Ну вот Киркоров, он же тоже ей взращён. Почему он поступил как идиот? Потому что он идиот? Испугался. Лупоглазый испугался. Дима, он сильно перебздел, пересрал. Извиняюсь за эти натурализмы. Ребята, других слов тут не подобрать. И то же самое. Люди ошибаются. Они говорят о том, что якобы ему кто-то там угрожал. Никаких угроз нет. Достаточно было запретить пару его говноконцертов. Его вот этих дешёвеньких выходов в шляпах и в перьях. Достаточно было сделать это. Достаточно было натравить на него шизофреника Певцова. Для того, чтобы он наложил полные штаны. И вот так вот, скрипя задницу, чтобы не расплескать, он ходит до сих пор. Что бы он там ни показывал. В каком бы он состоянии расширенного сознания не находился. Дима, его ведёт сейчас только одно – страх. Потому что он должен понимать, что он как гомосексуал, как человек, о котором известно абсолютно всё, имена всех его любовников, эскортников, они все есть в большой папочке записаны, в конторе лежат. Он должен понимать, что в какой-то момент, если им понадобится, они его схватят и заверещит он очень громко на всю Ивановскую. Он будет говорить о том, что я, да я так, да я так, я трамвай не сработает. Не поможет вообще ничего. Вот эти все его концертики улетят по известному адресу. Все эти его перья, все эти задницы, которые он там демонстрирует, всё вот это вот якобы ему похорен. Якобы теперь он Примадонна, Примадонна он только всратая. Это всё не сработает. А в Америку уехать он не пробовал? Дим, ты знаешь, он как-то странно, хитренько появляется здесь, в Майами, и постит все эти сторисы со своими друзьями. Всё как будто бы всё по-прежнему. Якобы ему ничего не мешает. Что вы, я человек мира, я такой космополит. Я и тут, и там летаю. Посмотрите только на меня. Ну, как вы можете предъявлять мне претензии? Я же голубь мира, петух ты, блядь, мира. Ты мамин, вот ты кто. Это раз. Во-вторых, Дима, в Америке дом. Хату просто так не продать. За бесценок ты не отдашь этот дом в Майами. Дом большой. Он стоит несколько миллионов. Ну, в Майами не такие цены, как в Лос-Анджелесе. Они там меньше. И там можно, например, такое жильё, как у него, скинуть, например, до 2 миллионов долларов. Это будет стоить. Вот этот особняк может быть 2,5. Но на это надо найти покупателя. И я думаю, он сильно ёрзает. Я думаю, он очень испуган в этом смысле. Он понимает, что его могут внести во все эти списки, если его в списки внёс. Я не знаю, внёс его Зеленский или нет в списки. Ну, конечно. Вот. Потом эти списки, как правильно говорит Невзорыч, перефотографируют Европу и Америка. Нам надо только подождать. Только подождать. Я честно скажу, конечно, много людей, которые каким-то образом пытаются мне внушить. Ну, послушай, ну, это же Киркоров. Ну, блядь, ну, что ты от него хочешь? Ну, он, блядь, ну, артист яйцев. Ну, что ты от него ждёшь? Каких таких? Ну, послушай. Окей. У нас перед глазами те артисты, которые закрыли свои рты. Просто закрыли. У нас тот же Леонтик. И я думаю, я уверен, Димаш, что Киркорову ничего не грозило. Ну, рассказала Симоньян, что Киркоров занимается извращённым сексом. Намекнула она на это, что он, не хочу говорить, но там туши свет вообще. Окей. Ну, это тоже. А что такое туши свет вообще? Дима. Она очень чётко сказала. Я единственная... Ну, что он гей или что? Дима, это уже старая информация. Ну, послушай, это уже никому не... Он уже не гей? Нет, там другое. Послушай, она прямо намекнула на его сексуальные пристрастия. Геевские пристрастия ей не озвучивались. Это было и так всё понятно. Что она сказала? Раз она уже сказала, что? Знаешь как, я так мягко скажу, потому что у нас будут смотреть и женщины тоже. Мне очень не хочется оскорблять людей, для которых я и так уже тут наболтал матом. Она намекнула на то, что Киркоров занимается сексом с использованием, ну, мягко говоря, экскрементов. Это его страсть. Вот на это она намекнула. Он испугался так, потому что Симоньян закон не писан. Он испугался того, что она продолжит свой спич и побежал. Ты не поверишь ему. Перед ней извинётся. А она, будучи прайдохой, конечно, сильно хитрой, ему очень хотелось, чтобы эти его извинения остались между ними. Но Симоньян в интервью, я не помню, кому его, по-моему, Манучарову тому же, она всё выдала. Она вывалила весь этот ушат про него, что он извинился, испугался и прочее, прочее, прочее. Так что так. А то, что он, послушай, то, что он находится в Америке и как бы ему тоже вот это вот всё, знаешь, вся эта история про туда-сюда, как он ездит и так далее, я очень надеюсь, что это ненадолго. Очень надеюсь. Потому что те люди, которые нам рассказывают, что все эти безобразия, которые происходят, рассказывают со сцены, с якобы слезой в голосе, что все эти безобразия — это война нам, короче говоря, мать родна. И это то, к чему мы так шли, и то, чему мы должны быть рады. И всё из-за Америки. И всё из-за Америки. И сейчас Америка руками Украины всё это делает. Вот все эти люди, все эти публичные представители российского шоу-бизнеса, они должны знать о том, что в свободный другой мир они выехать больше не смогут. Санкции навсегда. Конечно. Сто процентов. На кого ещё не наложили, на того наложат. И до масла, и квартиры, они о них могут забыть уже. Наложат. А как они плачут за ними, слушай, как Газманов подплативает за тем, что у него где-то в Прибалтике квартира в Латвии. И всё прочее. И он не может, он просто, он бы хотел, но он не может, но ему приходится платить там коммуналку. Пусть Путину поплачется. Может, Путин ему компенсирует. Пусть, да, ему или ещё кому-нибудь. Там много. Прекрасно. А Басков тоже боится того же, чего боится Киркоров? Басков один из самых, конечно, трусливых представителей всей этой пи***братии. Он боится вообще, в принципе, всего. Я думаю, что это его разрывает. У него какая-никакая там вот эта вот фан-база из этих бабок, бабусенций всяких, бабуленций, которые ждут от него. Сегодня встаю, с чашкой кофе перед компьютером сажусь, и что я читаю? Первое, что я читаю, наконец-то Басков рассекретил свою девушку. Ну, послушайте. Сейчас, Дима, мы дождёмся. Мы дождёмся брак тысячелетия. Мы увидим ещё все эти свадьбы. Киркоров женится на Баскове? Да, да, слушай, у Киркорова тоже там якобы тоже какая-то тётка сейчас завелась. Сейчас они будут все их демонстрировать. Я не знаю, на что это будет похоже. Но если кураторы предложат им деньги, и, допустим, какая-нибудь, там, третьей свежести Лера Кудрявцева, потому что только она может. Я тебе напоминаю про её роман с Лазаревым и про её бесконечные выкидыши, когда она снималась. Вы просто это забыли. Это помню я, потому что, ну, послушайте, я был обозревателем светской хроники. Я помню эти статьи «У Кудрявцева выкидыш от Лазарева». И я, слушай, то есть они врали настолько, они придумывали настолько, то есть какие-то кошмарные высоты в брехне. Кошмарнейшие. То есть если, например, какие-то кураторы предложат им достаточную сумму, то Кудрявцева и мужика своего хоккеиста бросит. И отречётся от всего на свете, послушай, сделает всё. В зелёный цвет покрасится и член себе нарастит. За бабки всё абсолютно. Для того, чтобы опять войти в какие-то отношения с каким-нибудь Басковым. Потому что на самом деле, ну, женщины, которые ценят себя, они, конечно, этого делать не будут. Ни за какие деньги они не будут изображать. Между прочим, я тебе хочу сказать, Дим, это сложно изображать какие-либо отношения на публике. И после того, как Басков изображал это с Лопырёвой, с Волочковой, ещё с Кузнецким, он пытался это делать ещё и с другими людьми. И это всё было никак. Это всё было как в пустоту. По одной простой причине. Они сами не заводятся друг от друга. У них не получается это показывать на публике. Понимаешь, эмоция не вырастает никакая. Но здесь им нужно будет. Им нужно будет изображать, потому что закон принят. Гомосексуалы – это враги российского государства. Открытые гомосексуалы, как Басков, Лазарев, Билан, Керкоров, я не знаю, там, облезлый соседов туда же, тоже, кстати говоря, заделался пропагандистом мерзейшим. Им придётся. Им придётся что-то с этим делать. Они будут изображать из себя теперь натуралов. Это будет стыдно, это будет сильно смешно. Но мы будем свидетелями этого. Что будет дальше? Вот ты для себя наверняка задавал себе этот вопрос. Как ты на него отвечаешь? Фух. Знаешь, Дим, все мы ждём якобы этих чёрных лебедей. Этого вдруг лебедя, который прилетит, вдруг сегодня и небо прояснится. Но даже здесь, находясь в Лос-Анджелесе, в бесконечном раю и в бесконечной... В одном сезоне, этот сезон называется лето, я всё равно чувствую это одно и то же. Это сердце, знаешь, как заячий хвостик. Вот так вот. Не могу это от себя отпустить. У меня не получается перестать думать о том, что происходит. Я сильно беспокоюсь. Я беспокоюсь за собственную страну. Я беспокоюсь за Украину. Меня всё это очень заботит. Я болею этим всем. Это правда так. И все эти рассказы о том, что уехали, ну, послушайте, уехал и забудь. Нет. Это так не работает. Этот механизм просто так не унять. Эти часы, они, к сожалению... Этот пепел класса всё так же стучит. И, естественно, я каждый раз продумываю то, о чём ты сейчас спросил, что будет дальше, что нас всех дальше ждёт. Если говорить о том, что будет с шоу-бизнесом, несмотря на то, что случилось, кто бы не придёт к власти, например, завтра в России. Послушай, они будут себя вести так же, как коммунисты в 91-м году, когда развалился Советский Союз. Да ничего не случилось, ребята. Они по-прежнему будут петь, и только самые упоротые люди, типа меня, они будут напоминать им о том, как они себя когда-то вели. Они скажут, нам дали не ту информацию, нас обманули. Нам велели, нас заставили, на горло поставили ногу. Послушайте, нет, конечно же, это всё ложь. Я думаю, что люди умные, все будут всё это понимать. Так что всё, что касается шоу-бизнеса, всех этих пройдох и шкур, они будут себя вести, как ни в чём не бывало. Я не знаю, будут ли они по-прежнему плакать за дедом Кабаем, как восхваляют его сейчас, как они будут к этому всему относиться. Я не знаю, я себе с трудом представляю прямую речь Ларисы Долиной или Баскова, который вот это вот всё нам устраивает, всё это порно. Всё, что касается простых людей, простых людей, те люди, которые верят и надеются в лучшее, Дима, я тебе хочу сказать их большинство. Я знаю, я знаю твоё отношение, я знаю всю твою риторику, она довольно злая. Я всё это знаю, я знаю, как ты проклинаешь всю эту ситуацию, я всё это знаю. Но я помню, Дмитрий Ильич, с какой и всё это есть в Ютьюбе, с какой любовью ты разговаривал с артистами, советскими, российскими артистами, как ты их любил, и через эту твою любовь. Я понимал, как ты любишь людей, всех людей. И то, какой ты сейчас стал, и какой стал я сейчас, и какие мы стали злые. Ты знаешь, я не знал, и представить себе не мог, что многие из тех, кого я любил, окажутся пи***ю просто. Просто пи***ю гнойными, погаными. Я не представлял себе этого, и о части этих людей мы говорили с тобой сегодня. У нас здесь бомбы летят на жилые кварталы, у нас гибнут дети здесь, в Украине, у нас убивают людей, военных наших, ни за что, ни про что. Пришли пи***и сюда, а эти пи***и там в Москве воспевают это, и еще рассказывают, что так и надо, еще и мало. Давайте еще. Давайте еще больше. Да как же их любить? Их проклинать и ненавидеть только. Я знаю, Дим, я все это знаю. Я каждый день говорю в адрес этих людей слова ненависти. Они разрушают, понимаешь, они разрушают и мою нервную систему в том числе. И я, конечно, молю Бога о том, чтобы все это скорее закончилось, потому что это не может продолжаться вечно. Я все это вижу, я вижу эти жертвы, я смотрю, я читаю все, я все это смотрю, сердце мою кровью обливается, учитывая, что мой отчим, который вырастил меня, отчим, мой неродной отец, то есть мой отец не по крови, он из Украины, он, между прочим, с Донбассом, и, послушай, он посвятил мне, какой бы он ни был по отношению ко мне, какой бы он ни был трудный, какой бы он ни был жесткий, он меня вырастил. И я столько раз был в Украине, я столько раз был в Киеве, я снимался на телевидении, кстати говоря, у Оксаны Марченко, в шоу, да, даже это мне повезло, я столько раз выступал в Одессе, я выступил во всех ночных клубах со своей шоу-программой, включая Ибицу, Итаку и так далее, и везде был биток народа, и везде бесконечная любовь, и везде, послушай, я не знал, как уезжать оттуда, я пометуя обо всем об этом, я никогда в жизни, меня никакая пропаганда никогда не обманет, никогда, что бы они мне ни рассказывали, я очень четко знаю, какие на самом деле люди Украины, на что они способны, сколько у них в душе всего, и это навсегда со мной, и эти люди приходят ко мне в чат, и удивительно, Дим, удивительно, насколько они корректны, никто из них никогда не пишет, «Русские, да чтоб с вами то, это, пятое», никогда, вот они несут эту боль, они об этой боли рассказывают, они делают это настолько умно, и никто никогда из них, зная, что у меня такой огромный, тысячный чат в этот момент, не напишет, «Русские, что с вами?» «Горите!» «Никогда!» Это удивительное качество, просто удивительное, и я всякий раз об этом говорю, чат, заметьте, сколько у нас украинских женщин, которые, которые добры, просто добры по-человечески, цените это!